Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами еще одним уникальным тестом для куличей. Этот рецепт был достат из пекарни. То есть по такому рецепту в некоторых пекарнях пекут куличи на продажу для покупателей. И вы приходите покупать и собственно такие вот воздушные и очень красивые куличи, которые в разрезе получаются очень пористые и прям такие воздушные-воздушные и мягкие. Очень много пор. Изюма в этот раз я положила меньше именно для того, чтобы показать вам насколько пористое это тесто получается. Для начала нужно будет поставить опару. Это тесто быстрое. Оно быстро поднимается за счет большого количества дрожжей в изначальной опаре. Если мы добавляем меньше дрожжей, как мы привыкли в обычные наши куличи, и тесто у нас гуляет там по 2 часа и по 2,5 часа. И соответственно дрожжи развиваются больше и их соответственно становится больше. Если мы добавляем дрожжей больше сразу, то тесто у нас гуляет меньше по времени и соответственно дрожжи меньше развиваются. Ну то есть по сути получается то же самое. В общем, для опары мы смешиваем слегка теплое молоко, подогретое до температуры максимум 40 градусов. Добавляем к нему сахар. Я добавляю живые дрожжи, обязательно живые. Для куличей использую только их. А кто привык работать с сухими, пожалуйста, используйте их. И добавляю также сюда 190 грамм муки. И все это хорошенечко перетираю, перемешиваю где-то в течение 2-3 минут, для того, чтобы немножечко и развилась клейковина. Получается манюсенький вот такой вот комочек теста. И он увеличивается в объеме где-то раз в хороших 5, наверное, 4-5 раз точно. Постоял он у меня в теплом месте, накрытый влажным полотенцем, где-то около 40 минут, максимум час. И затем мы к этому тесту добавляем уже все оставшиеся ингредиенты. Добавляем сразу сюда яйца, добавляем сразу сюда сахар и растопленное, но не горячее, сливочное масло. Также сюда добавляю сметану и сгущенку. Можно полностью заменить сгущенкой, можно полностью заменить сметаной. Смотрите по вашему вкусу. Я сделала плюс-минус 50 на 50. В пекарне есть некоторые, что пекут просто на сгущенке, соответственно, будет кулич на сгущенке называться или кулич на сметане. И уже после этого мы в самом конце добавили муку. И вымешиваем вот так вот тесто минуток 5, наверное, просто ложкой, либо в кухонной машине крюком. Этого будет вполне достаточно. Это тесто абсолютно не требует замеса руками. Кто бы в пекарне вмесил огромные чаны с тестом. Также добавляю сюда сразу изюм, либо разные цукаты. У меня здесь, как всегда, изюм и вяленая вишня. И накрываю это все влажным полотенечком. И отставляю в теплое место подходить. Это тесто увеличивается тоже в 3-4 раза. Я больше ему не дала гулять. Оно у меня постояло где-то час. Больше не дала, потому что оно у меня начало просто вылазить через мою форму. Оно, вот посмотрите, какое оно прям очень-очень воздушное. Немножечко его осаживаю. Просто перемешиваю ложкой. И буду его выкладывать в форму. В форму, если это металлическая форма, сюда вставляю пергамент. И на низ на дно кружочек вырезаю. И вырезаю вот такой вот бортик. И выкладываю сюда тесто. Тесто не больше третьей формы. Вот треть вот в самый раз. Потому что тесто довольно высоко поднимается. Не нужно, чтобы оно у вас потом вылезло через верх. Потому что будут некрасивые вершочки. Потом можно немножечко разровнять тесто ложкой. Но если тесто у вас будет подходить хорошо, то оно в принципе и само по себе разойдется. Отправляем опять подходить. Минут тоже на 40-час в теплое место. Желательно темное. Вот такие вот на треть заполненные формы у меня были. И вот такие вот они у меня поднялись. Вы можете представить, сколько там воздуха образовалось. То есть, по сути, это очень-очень воздушный кулич. И отправляем их в духовку. Духовка разогрета 170-180 градусов. Под низ я ставила немножечко противень с водой. Потому что у меня газовая духовка. Если у вас верх-низ, соответственно, пихите в вашей духовке. Пеку их до красивой румяной корочки. Маленькие забираю чуть раньше, а большие еще допекаю. Могу проверить на сухую шпажку еще. Тыкаю туда соломинку и чтобы она была сухая. Тем временем из глазури, так как и в прошлом видео с куличами, я делаю вот такие вот цветочки для украшения. Просто глазурь яйцо, взбитое с сахарной пудрой. На одно яйцо где-то 150, максимум 200 грамм сахарной пудры. И все это взбивается до плотных пиков, чтобы из этого было хорошо отсаживать цветочки. А из глазури на одно яйцо и, точнее на один белок, и где-то 120 сахарной пудры, взбиваю глазурь для куличей. Сверху смазываю куличи и буду украшивать так, как наподобие украшала свои последние куличи, что я выбрасывала. Мне уж очень понравился. Только здесь я буду делать шоколадную вот такую вот сеточку, как бы веточки такие шоколадные. И на шоколад, пока он не схватился, выставляю цветочки. И наверх еще потом из зеленой глазури сделаю лепесточки. И будут очень красивые и яркие у нас куличи. В этот раз мне захотелось еще куличи сверху обернуть в бумагу. Сейчас так очень часто делают. В бумажных формочках, которые продаются, я никогда куличи не подаю. А вот так вот красиво и ярко в бумаге, это очень можно. Такая бумага продается в рулончиках. Очень удобная вещь. Тоненькая-тоненькая бумага. Разрежем наш кулич. Я разрежу такой небольшой куличик. Средний, я бы сказала, больший оставлю для нас на потом. И вот такой пористый-пористый, воздушный и легкий кулич у нас получается. Вот такая вот воздушная красота. Очень все просто, очень быстро. Обязательно пробуйте, дерзайте и с наступающими вас праздниками. Удачной вам выпечки. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.